Глава 5. Туннель страха Глава 6. Туннель страха Верьте в Господа Иисуса Христа и призовите Его, чтобы Он спас вас от греха. Прочитайте главы 3-14 Евангелие от Иоанна и, пожалуйста, прочитайте эту книгу от корки до корки, чтобы лучше понять сущность ада и посмертной жизни. Читая, молитесь, чтобы Иисус пришел к вам в сердце и омыл ваши грехи, пока еще не поздно. Мы с Иисусом продолжали идти по аду. Тропинка была выжженной, сухой, потрескавшейся и бесплодной. Насколько хватало взора, я видела ряды ям. Я очень устала. Сердце и сам мой дух были потрясены всем, что я видела и слышала, но в то же время я знала, что впереди нас ждет еще больше. «Иисус, дай мне силы идти дальше!» — воскликнула я. Иисус шел впереди, а я следовала прямо за Ним. Я была печальна от всего, что видела. Я задавалась вопросом, поверит ли мне мир. Я смотрела прямо перед собой, направо и налево. Повсюду были огненные ямы. Все вокруг было заполнено огнем, языками пламени и горевшими душами. Я горько рыдала от охватившего меня ужаса. Я просто не могла переносить реальность всего, что видела. Я шла за Иисусом, и все мое существо разрывалось от горьких рыданий. Я думала о том, что же будет дальше. Мне захотелось знать, что сейчас делает моя семья и друзья. Как же я их любила. Я вспомнила, как грешила до того, как обратилась к Иисусу, и поблагодарила Бога, что одумалась, когда еще не было поздно. Иисус сказал, мы у входа в туннель, который приведет нас в чрево ада. Ад устроен как человеческое тело и лежит в центре земли. Тело лежит на спине с распростертыми руками и ногами. Как у меня есть тело верующих, так и у ада есть тело греха и смерти. Как тело Христово постепенно укрепляется и наращивается, так же постепенно укрепляется и наращивается тело ада. По пути в туннель мы шли мимо огненных ям, из которых доносились стоны и вопли осужденных на вечные муки. Многие из них взывали к Иисусу. Другие пытались выбраться из огненных ям, чтобы подойти к нему, но не могли этого сделать. «Слишком поздно, слишком поздно!» — кричало мое сердце. На лице Иисуса оставалась печаль. Глядя на огненные ямы, я вспомнила, как мы часто готовим еду на свежем воздухе, поджаривая живность на тлеющих угольках. Это очень похоже на то, что я увидела в аду. Подойдя к туннелю, я испытала облегчение. Я подумала, что в туннеле не может быть так плохо, как возле ям. Но как же я заблуждалась! Едва войдя в него, я увидела огромных змей, крыс и множество злых духов, разбегавшихся в сторону от присутствия Господа. Змеи шипели на нас, крысы визжали и раздавались какие-то злые шумы. Нас окружали гадюки и темные тени. Единственным светом в туннеле был Иисус. Я старалась ни на шаг не отходить от него. По всему туннелю туда-сюда проносились бесы и бесенята. Позднее я узнала, что эти злые духи отправлялись на землю для выполнения приказов сатаны. Зная, что я испытываю страх в этом темном, сыром и грязном месте, Иисус сказал, «Не бойся, скоро мы подойдем к концу туннеля. Я должен показать тебе эти вещи. Иди за мной». За нами ползли гигантские змеи. Некоторые из них были толщиной около метра и до восьми метров длиной. Воздух был наполнен густым грязным запахом. Злые духи были повсюду. Иисус заговорил, «Скоро мы войдем в чрево ада». Эта часть ада занимает около 30 километров в высоту и около 5 километров в диаметре. В меру своих способностей я постараюсь описать и рассказать все, что я видела и слышала. Буду делать это во славу Отца, во славу Сына и во славу Святого Духа. Да исполнится воля Божья. Я знала, что Иисус показывает мне все это для того, чтобы я любой ценой предупредила мужчин и женщин в мире об ужасах ада. Дорогие, если вы слушаете эту кассету и еще не знаете Иисуса, остановитесь сейчас же, покайтесь в грехах и пригласите Его быть вашим Спасителем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова